Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Собственно, как и всегда, мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать события минувшего торгового дня. Смотрим затем, как они повлияли на те активы, которыми мы спекулируем и торгуем каждый день. Давайте сразу к делу. Начнем мы сегодня с рынка нефти. 65 долларов за баррель. Это то, что мы видим сейчас. При этом тот новостной фон, который сложился, в целом указывает на то, что нефтянку нужно сейчас покупать. Да, друзья, так бывает, меняются настроения. В данном случае весь тот негатив, который ранее закладывался, он пока остается где-то там. Сзади новостной фон изменился, и мы сейчас констатируем тот факт, что есть три весомые причины, почему рынок черного золота может показать более выраженную восходящую динамику. Во-первых, это итоги встречи лидеров США и Китая, которые позволили сейчас закладываться под то, что между странами впоследствии может быть найден компромисс, способный преодолеть торговая разногласия и положить конец торговой войне. Если чуть-чуть покопаться в этой теме, то, может быть, мы найдем много негативных сигналов, связанных о том, что итоги прошедшей встречи это не такая уж хорошая база для того, чтобы рассчитывать на такой уж суперпозитивный исход. Потому что мы видели, что Штаты сделали многое, в принципе, они сняли санкции с Huawei, они обязались не вводить на текущем этапе новые дополнительные таможенные пошлины, а Китай остался верен прежней позиции, и единственное в качестве уступок, на что я пошел, так это обещал рассмотреть возможность увеличить закупки сельхозпродукции из США. Все. Других каких-либо уступок для США не было сделано. Поэтому, если быть совсем уж реалистом, конечно же, при таких договоренностях очень быстро эти отношения снова могут уйти в какой-то тупик и со всеми вытекающими отсюда последствиями, связанными с темпами мирового экономического роста. Но пока давайте говорить то, что на рынке обсуждают. Ну, действительно, раз были негативные настроения, а в итоге встреча прошла в позитивном русле, ну, по крайней мере, страны согласовали возможность возвращения к переговорам, значит, это позитивный момент. Второй фактор – это продление действия аналитического пакта сразу же на 9 месяцев. В лучшем случае я допускал, что сделку продлят на второе полугодие, но, видимо, для стран ОПЕК были какие-то причины немного более на длительный срок пролонгировать эту сделку. Может быть, страны ОПЕК видят больше рисков для темпов мирового экономического роста и для спроса, поэтому решили пока не заливать дополнительными объемами глобальный рынок. И третий фактор, куда более важный, на мой взгляд, это Ближневосточный, где Иран нарушил лимиты запасов по обогащению урана. В частности, эти лимиты были установлены в рамках всеобъемлющего пакта сдерживания международной сделки. Между прочим, в этой сделке уже не участвуют США, и фактически они, как Иран, нарушили обязательства перед другими странами, которые не переходили пока дорогу Ирану. Это Китай, Франция, Германия, Россия. И Иран, более того, позволил себе сделать заявление о том, что в ближайшие недели они могут увеличить запасы урана до оружейного уровня. Не знаю, от чего добиваются, но очевидно, что если штаты ранее выискивали возможности рассмотрения вопроса, в том числе и военного решения конфликта, который, на мой взгляд, сейчас очевиден между странами, сейчас они получили еще один мощный предлог, чтобы, возможно, рассмотреть возможность, простите за тавтологию, начала военной кампании, которая по масштабу может быть сопоставима с военной кампанией ранее, предпринятой против Ирака. В любом случае, ближневосточный фактор – это серьезный риск для продавцов углеводородов и неплохая поддержка для покупателей. Неплохая в кавычках, потому что, конечно же, на этом можно очень неплохо вырасти. Пока фон не изменился, друзья, давайте работать с тем, что есть. А то, что есть у нас сейчас, это хорошая база для роста котировок. Доллар иена 108.37. Мы по-прежнему сохраняем короткие позиции. То, что сейчас доллар растет, это все следствие роста аппетита инвесторов к риску, как следствие прошедшей встречи итогов, встречи Синзиньопин и Трампа. Ну и, конечно же, следствие несколько охладившегося энтузиазма относительно последовательного снижения процентных ставок в Штатах. Но в любом случае, друзья, как бы не хотелось сейчас оптимистным покупателям свести все к тому, что ФРС не будет торопиться с снижением процентных ставок, в июле ставку снизят. Тем более, что подтверждает это и статистика. Вчера вышли данные по СН в производственном секторе 51.752,1, то есть слабый отсчет. Далее индекс разгонной инфляции 47.953,2, тоже очень плохая цифра. До конца этой недели у нас рынок труда. А Буллард, кстати, делал акцент на то, что очень много будет зависеть от тех данных, которые мы получим сейчас по американскому рынку труда. Соответственно, в случае выхода слабых данных мы вспомним еще про сохраняющееся инфляционное давление. И вкупе с слабой статистикой по рынку труда у нас будет предлога ставить на то, что в июле ставки обязательно будут снижены. Поэтому сохраняем, удерживаем с абсолютной уверенностью, потому что эта сделка принесет хорошие результаты, короткие позиции по паре доллар-иена. Евро против доллара 1.1287. Вчерашний отчет индекса активности в производственном секторе разочаровал. Еще один повод для нас не отказываться от того, что ИЦБ будет переходить к более агрессивному подходу по смягчению экономической политики. Поэтому евро сейчас, собственно, и снижается. Фунт против доллара 1.2636. Мы все ближе к цели 1.25. Вчера вышел отчет по активности в производственном секторе 48.49.4. Сегодня строительство, завтра сфера услуг. Данные также разочаруют. Для нас это возможность поставить на неминуемое возможность снижения процентной ставки в рамках британского регулятора. Ну, такое же, как и по другим площадкам. По Еврозоне, по ФРС, Австралии, Новой Зеландии и так далее. По риску, я уверен, в связи с этим, в связи с вектором монетарной политики, очень хорошая база и условия для того, чтобы эти активы продавать. Надеюсь, друзья, вы не мудрили и заняли в свое время эти продажи. И сейчас ориентируйтесь вместе со мной на те цели, которые я указывал. Сегодня, кстати, еще выступление Марка Карни, человека, которого возглавляет Банк Англии, в 17.05 состоится. И я, так же, как и на прошлой неделе, уверен, что он может коснуться темы важности снижения процентной ставки. Я бы очень хотел этого услышать, поэтому рекомендую вам держать короткие позиции в преддверии собственного выступления. Австралийцы против доллара 0.69.82, ставки снижены. Еще одно подтверждение того, что Резервный Банк Австралии все теперь находится в цикле последовательного снижения процентной ставки. До конца этого года мы ждем как минимум еще два снижения, потому что цель у Резервного Банка Австралии снизить уровень безработицы с 5.2% до 4.5%, чтобы тем самым подстегнуть инфляцию. Есть возможности, точнее, если эта цель еще выдерживается, а именно так оно и есть, то Резервному Банку Австралии нужно в ходе последующих заседаний также принимать такого рода решения. В моменте пока что мы не увидели слабости австралийца, но это не значит, что не будет эффекта вот этого давления, пусть с небольшим временным лагом. На него мы, друзья, и ориентируемся. Доллар канадец 1.3122. Мы ждем данные слабые по рынку труда в пятницу и ждем, что восходящее движение будет продолжено. Золото 1.392. Отбились мы от важного уровня поддержки 1.380 долларов за тройскую унцию. Я думаю, что дальше нас ждет снова закопление выше 1.400 долларов за тройскую унцию. Тем более, что если снова обратить внимание на иранскую тему и возможность, не дай бог, конечно же, открытой конфронтации в военной кампании США против Ирана, я уверен, что у защитных активов будет возможность снова выстрелить. Поэтому по золоту лучше держать длинные позиции. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.